Всем привет! Это завершающий урок курса основы Agile Scrum. Мы с вами в этом курсе разобрали, что такое Agile как Майнсет, поговорили про Agile Манифест, 4 ценности Agile Манифеста, про Scrum Framework, что он означает в целом, какие в нем есть роли, ивенты, values, документы. Поговорили о том, что было бы хорошо это все визуализировать, три столба, на котором это держится. В завершение хочу еще сказать, где это применялось в мире. Кроме обычного софтвер-девелопмента, разработки проектов, Пентагон во многих своих продуктах, которые он разрабатывает, своих внутренних, технических, использует Scrum-подход. Железная дорога Германии, Deutsche Bahn, использовала Scrum-подход. Им надо было из одного пункта, населенного в другой, через полстраны протянуть железнодорожные пути. И они попытались сначала оценить это классически, наперед, сколько им понадобится полотна, сколько у них уйдет времени, сколько работников, часов, оплата и так дальше. Потом поняли, что есть много рисков, они их заложили вроде бы в оценку и решили сделать экспериментальный проект, пустить ее по Scrum, то есть итерационно-инкрементальным путем. И хорошо, что сделали так, потому что когда начали класть пути, столкнулись с тем, что подойдя к одному населенному пункту, люди, местные жители вышли с протестами, сказали, нам тут не нужна железная дорога, мы не хотим, чтобы тут ходили поезда. И остановили, на уровне протестов приняли локальное правительство решение о том, что тут не будет железной дороги. Они вынуждены были пускать дорогу в обход, там была заповедная зона в другом участке строительства, тоже тем лесом, которым они думали не смогли провожить пути, где-то еще был какой-то мост. И они были действительно responding to change over following plan за счет того, что итерационно-инкрементально бежали. И говорят, по крайней мере так пишут, что в итоге проект стоил на 30% времени и денег меньше, чем изначально, если бы его делали по каскадной ватерфольной модели, типа все спланировали и все делаем как решили, а потом уже перестраиваем, что не получилось. Вот есть такая история. Очень много компаний используют эти подходы, в том числе Tesla, Spotify, крупнейшие компании, в Google, в Microsoft, в многих департаментах используется Agile Scrum подход, ну и наш аутсорсинг и продуктовая разработка, которая есть в Украине, это не исключение, конечно же. Это используется в реальной, в обычной жизни, в многих маркетинговых отделах пытаются это делать, во многих банках пытаются это делать. Я, в частности, ремонт в квартире делал по Scrum. Вот без шуток, мне надо было сделать ремонт в комнатной квартире с балконом и кухней. И я, когда на все это смотрел, говорю, да ну это нереально, это дорого и бесконечно долго, я не хочу. Потом я выписал себе бэклог, я разбил его на глобальные задачи, кухня, балкон, одна комната, вторая комната, коридор, ванная, туалет. Что самое приоритетное? Продуктованером была жена, как это бывает, она выставляла приоритеты, она говорит, самое приоритетное для меня это кухня, иначе я не буду там готовить, мне там уже неприятно находиться. Поскольку я, как и все люди, как бы ем, и очень приятно, когда твоя жена приготовила для твоих ужина, вы можете вместе сесть, кухня получила наивысший приоритет, и все остальное мы даже не обсуждали. Мы сначала оценили, сколько это будет стоить, сколько времени, как мы будем ее обставлять. Сформировали бэклог, постепенно начали из зарплаты инвестировать туда деньги и шаг за шагом делать кухню. Пока мы ее делали, мы поняли, какие бывают риски, какие бывают затраты, и решили, что следующее, мы сделаем балкон, чтобы потом, когда мы будем делать балкон, не побить новый ламинат в комнатах и коридоре, не попортить плитку. Поэтому надо начать с дальней комнаты, балкон самый дальний. И вот так постепенно, шаг за шагом, почти безболезненно, не находясь в процессе бесконечного ремонта и в долгах, за пару месяцев мы сделали ремонт двух комнат, и кухни, и балкона. Вполне себе возможно. И причем изначально у нас не было там отложенного большого бюджета, и мы не планировали все наперед, и даже думали, что это займет больше времени и денег. Это применимо много где. Где, наверное, нет смысла применять скрам, скрам – это проекты, в которых вы делаете повторяющиеся вещи без изменяющейся среды. То есть, к примеру, если вы делаете там сайты-визитки, и вы делаете их уже много, и они все однотипные плюс-минус, или у вас есть CMS, на базе которой вы поднимаете одинаковые интернет-магазины с одними и теми же модулями, просто немножко меняете дизайн, то вы плюс-минус знаете, сколько вам нужно людей, сколько это займет времени, сколько дней у вас уйдет на согласование дизайна. Здесь не нужен скрам. Просто берите под копирку, клонируйте проект один за другим, у вас несложно оценить время. Но если вы создаете что-то инновационное, или клиент говорит, я хочу создать новый Facebook, но немножко не Facebook, еще не знаю что, да и денег у меня пока только на 3 месяца работы, вы можете ему предложить, что через 2 месяца ты получишь первый прототип, как минимум у тебя уже будет профайл пользователя, логин, регистрация, возможность обмена сообщениями. У тебя эти 2 месяца, пока мы будем делать, есть время подумать, где взять деньги, и что мы будем делать следующее. Покажем твой прототип инвесторам, через 2 месяца он будет рабочий, это не просто будет написанный код, это будет Potential or Shipable Increment. Возможно на какой-то выставке или на каком-то питчинге ты сможешь протолкнуть этот проект, найти ангелов, в тебя вложат денег, и мы продолжим разработку. А может нет. Но по крайней мере это не будет просто, как в Waterfall было бы, через 2 месяца куча написанной документации, детальной спецификации, все расписано, продуманная архитектура, но показать людям больше нечего. То есть проект можно было бы начать писать, но деньги закончились. Вот в каких местах Scrum может быть эффективен. Этот курс был такой более обзорный, знакомительный для тех людей, которым интересно, что же это за слова встречаются в описаниях вакансий, почему они так популярны, откуда они вообще взялись в нашем обиходе, чем эти специалисты занимаются, как это организовано. Более детально есть множество книг, множество видео, конкретных практик, которые применяются, acceptance criteria, definition of done, доски, разные типы досок, преимущества, недостатки больших, длинных спринтов, коротких спринтов, несколько команд над одним проектом, 20 команд над одним огромным проектом, которые работают по Scrum, должны между собой синхронизироваться, другие фреймворки, Comban, Less, Nexus, Safe, куча умных слов, куча подходов и способов, это более продвинутые темы. Изучайте, не останавливайтесь на достигнутом. Если у вас будут вопросы, обращайтесь, заходите на мой сайт, я также провожу тренинги в Киеве, не только, будут всякие вебинары, много чего интересного, заходите на мой сайт быковец.ком, вы, наверное, его увидите вот здесь у меня над плечом. Всем спасибо за внимание, буду рад за обратную связь, надеюсь, немножко прояснил для вас эту тему, было интересно и полезно. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok